Мазут, камни и мертвые птицы. Новый аргумент несогласных звучит и выглядит неприятно, но все же лучше, чем удары кулаками. Сюрприз журналистке преподнесли сегодня в час ночи. Сначала в окно полетел камень, затем обнаружилось все остальное. Зашла в комнату, увидела огромный камень, лежащий на паркете с привязанной бумажкой, развернула ее. Была удивлена, не достаточно литературным, но таким неприятным словом, меня это немножечко ночью взбудоражило. Я решила выйти, посмотреть, что там снаружи, открыла дверь, поняла, что дверь у меня облита каким-то липким жирным веществом. Ночной сюрприз оказался скорее неприятным, чем пугающим. Птица была первая, я просто подумала, что вполне возможно могли уличные коты затащить. То есть у меня сначала вот такой мысли не появилось, что это может кто-то подкинуть. Потом, когда уже следом полетел камень, ну тогда уже стали мысли появляться. Маша уверена, это последствия событий 11 июня на пляже Отрада. Тогда неизвестные напали на нее и оператора первого городского. Сотрудники нашего канала готовили материал о незаконном турникете, пропускающем к морю. Не трогай меня, рука! Не трогай меня, рука! Не трогай меня, рука! Что такое, чтобы ко мне прикасаться? Вышла отсюда, вау! Я чмо, я отдыхающий этого пляжа! Предмет раздора турникет на пляже Отрада на следующее утро демонтировали городские власти. Тогда же журналисты одесских и центральных СМИ вышли на защиту своей коллеги. Отправились на скандальный пляж. Там увидели зачем-то поднятый флаг Украины и расклеенные повсюду бумажки с надписями «Частная территория». К двум уголовным делам на арендаторов пляжа добавили и служебную проверку в отношении милиционеров. Подозревают в бездействии. Тем временем арендаторы-нарушители не останавливаются на достигнутом. Мария Ковалева уже написала заявление в милицию. Полную версию событий 11 июня смотрите в выпуске расследований первого отдела в субботу. Екатерина Лапицкая, Андрей Кульба, Первый городской.